Красиво, необычно, а главное съедобно. Здесь просто композиция с ажурными блинами. Это пенек из блинов. А розочки? Розочки тоже из блинов. Крашеное тесто у нас получилось. Наталья – главная по приготовлению еды в одном из отелей. По ее словам, блины даже не в Масленицу – одно из самых популярных блюд у отдыхающих. Делаем на молоке всегда блины. Не делаем ни на сухом молоке, ни на воде, только на молоке. На молоке они более мягкие, более насыщенные. Это настоящий блинный фестиваль. По словам организаторов, все по-своему хороши. У Анапского колледжа сферы услуг по одну сторону разносол, по другую – минимализм, чтобы блин шел к блину. Это, во-первых, кубанский продукт, это наш продукт, поэтому мы все его любим. Блины у нас сегодня были выставлены на любой вкус – и с рыбой, и с икрой, и с чем только не было блинов. Поэтому все попробовали, все довольны. Я считаю, все хорошо. Целые блинные композиции не оставляли равнодушными, в том числе и главу города. Он осмотрел торговые ряды, а также то, как организовали отдых. Исполняющая обязанности заместителя главы Екатерина Боровская показала Юрию Полякову зону ответственности городского управления по делам молодежи. В качестве аниматоров – волонтеры. Некоторым из них предстоит принимать гостей во время мирового первенства по футболу. Так выглядела Центральная площадь менее чем через час после начала гуляний. Юлия и Ирина – подруги с детства, жили в Иркутской области. На три десятка лет судьба их развела. Теперь одна в Сочи, другая в Анапе. Красивая становится, добрая становится, веселая. Сейчас в делах весне так вообще песня будет. То есть город не засыпает даже зимой. Это хорошо чувствуется. Мы любим его, мы любим этот город. Дагестанские канатоходцы в Анапе не были три года. Лизгинка, переходящая в калинку-малинку. Ремесло начинают осваивать с раннего детства. Как и многие цирковые жанры, этот также зародился на ярмарках и массовых гуляниях. Все сказано тем, что артисты выступают без страховки. Помогает поддержка зрителей. Краевая масляница проходит в Анапе. Мы летом тоже здесь бываем, на других мероприятиях. На Новый год мы приезжали. Анапа у нас город, мы дружим, мы любим этот город. А так удаль молодецкую показывали уже гости праздника. Анапчанин Валерий Краснощеков занимается на обычных турниках. Он был первым, кому покорился масленичный столб. Вообще мне нравится. Праздник красивый сделан. По-моему, такого ни в новороссийский, ни в славянский, ни в крымский нет. Очень хорошо, красиво, достойно. Еще одна традиция – баранки с пожеланием. Как правило, приятным. Глава города пожелал всем анапчанам здоровья, радости и тепла в семьях. Масленица – традиционный праздник, связанный с надеждой на перемены к лучшему. Пусть огонь очистит наши сердца и согреет нас бесконечной любовью, добро и радостью. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.